Всем привет! И сегодня я отвечу на один вопрос и дам вам очень интересные, полезные упражнения для того, чтобы научиться ощущать радость жизни, легкость прямо в моменте. И вот поступил такой вопрос про то, что, Таня, как бороться с внутренним беспокойством, с недовольством? Я ощущаю, что нахожусь в напряжении все время. Как быть более легкой, более радостной, если я ощущаю, что я все время тревожусь? Девочки, тема очень важная, потому что, понимаете, получается, что вот эта тревога, вот это ощущение какого-то недовольства, ощущение какого-то беспокойства, ощущение того, что что-то может произойти, она ведь может быть связана с какими-то обстоятельствами, когда, ну, на самом деле, там, вот экзамен, или сейчас там руководитель к себе вызвал, да, или там, я понимаю, что какой-то тяжелый разговор с мужем сейчас будет, или у ребенка что-то произошло, да, то есть она ситуационная, то есть она появилась и ушла. А если нет? А если, вроде бы, знаете, все нормально, вот все благополучно, а я чувствую, что, знаете, я все время как будто бы волнуюсь, я все время переживаю, да, вот что делать тогда, когда нету никаких внешних факторов, которые я понимаю, ага, ну вот сейчас это пройдет, и мне станет хорошо, вот что это такое, да? И вот сегодня мы с вами про это поговорим, и я вам дам упражнение, это очень здорово, да, которое сможет вам помогать прямо вот так вот, да, вы прямо представляете и прямо вас отпускает, да, и вы его сможете взять себе, им пользоваться, да, и все больше, больше, больше расслабляться и получать удовольствие от жизни. Девочки, я сейчас расскажу один случай, я писала вот о нем пост, я просто прямо расскажу схему, как вообще эти штуки происходят, да, и что с этим можно делать. Вот у меня была одна такая клиентка, которая пришла с такой историей, да, про то, что когда ей нужно сдавать презентацию или ее руководитель, а она работает вместе с мужем, то есть это ее муж, да, то есть как бы вот родной, близкий человек говорит, ну давай, ты расскажи коротенечко, да, а что там нужно, то она вдруг сжимается, она вдруг пугается и говорит, я превращаюсь в школьницу, в такую школьницу, я начинаю пьямлить, я начинаю пытаться быстро все это рассказать, вообще в одну секунду, и в общем, ну теряюсь, да, и когда я так себя веду с клиентами, ну просто мы теряем клиентов реально, потому что я из адекватной, нормальной, взрослой женщины, 32 года, да, превращаюсь в какую-то перепуганную школьницу, вот такую, она говорит, Таня, что это такое, давай что-то с этим сделаем. Почему я рассказываю этот пример и какое отношение он имеет к беспокойству? Потому что на самом деле есть какая-то причина, и у нее она локальная, то есть она включается в конкретные вот эпизоды, но бывает, когда она, чуть-чуть дальше, сейчас после истории, вот объясню почему, и мы с ней идем в эту школьницу, я говорю, ну вспомни, пожалуйста, то ощущение вот этой школьницы, в которой ты попадаешь, и вот прямо на стульчике она это представляет, прям видит себя, прям конкретно там в третьем классе, и говорит, я прям помню, это тест по чтению, знаете, надо каратенечко, надо очень быстро, да, прочесть, и я подхожу вот к этой учительнице, к этой тексту, к этому, да, и у меня такой вообще спазм, я так пугаюсь, что мне нужно успеть, мне нужно показать, какая вообще я хорошая, а у нее уже есть еще, понимаете, стремление быть отличницей, а есть проблемы с чтением, да, и теперь ей 32 года, да, и когда ей надо быстренько, понимаете, рассказать, она падает в то ощущение. И когда мы с ней ситуацию-то проработали, это как же делается в индивидуальной работе, только мы сказали ей, что ты можешь читать медленно, не в своем тейн, и вообще чтение не такое важно, и любим тебя и так, если даже ты тройку получишь по чтению, вообще-то, вообще-то важно, да, фу, тогда она расслабилась, и прекратилась у нее вот эта реакция с мужем, с клиентами, да, когда она вдруг превращается вот в эту школьницу, да, но она говорит мне, Таня, ну вот как бы нормальная, взрослая я, да, и вдруг вот такое происходит, что это такое? И мы, видите, отыскали корень в детстве, а теперь мы переходим к вопросу к нашему. А бывает, что вот это ощущение беспокойства, тревоги, оно хроническое такое, да, то есть все время я беспокоюсь, все время я в недовольстве в каком-то, все время я как будто бы опасаюсь, что что-то было. Девочки, причина тоже есть, если вы проанализируете свое детство, скорее всего, у вас нарушена потребность в безопасности. Вот когда ребенок, знаете, не как, знаете, дома, как, знаете, в таком безопасном, уютном месте, где его любят, ждут, где он может быть собой, а где вы понимаете, сейчас мама придет с работы, и может быть будет хорошо, а может быть попадет, потому что все от того зависит, какая мама пришла. Или папа, может быть, придет, или пьяненький, или нет, или, может быть, придираться ко мне начнут, да, то есть, знаете, такое состояние, что может прилететь, что всегда может прилететь. И непонятно вот откуда, потому что особенно если как бы родители не были эмоционально стабильными, да, то есть, понимаете, вот у мамы сегодня был плохой день, она там всыплет, был хороший, как бы расцелует. И вот это состояние, понимаете, что я не влияю на это, я мало вот управляю этим, вообще, вообще и никак они вот управляют, оно может прилететь. И потом, когда мы становимся взрослыми, вот это, знаете, ощущение, что что-то будет, вот такое вот, и вот у нас внутри что-то все время происходит, да, и мы как будто бы вот этим прошлым, на самом деле, живем и свой с него смотрим. Девочки, это история очень распространенная. Почему так полезны и так популярны всякие практики, вот релаксации, йоги, вот это ощущение здесь и теперь. Почему? Потому что они как раз позволяют бороться вот с этим, вот с этой тревогой. Потому что когда мы погружаемся в тело, да, вот прямо в тело, прямо дышим, ощущаем, как мы дышим, ощущаем, как вот мышцы расправляются, что-то представляем, мы как бы отключаемся от прошлого, потому что переживания, они часто в прошлом, и от будущего, потому что страхи, они про будущее тоже, да, а мы в сегодняшний момент прям переходим, вот мы сейчас, вот, не знаю, вот мы там пьем чай, вот мы смотрим на гору, или смотрим у себя, не знаю, перед собой в окно, да, вот сейчас прямо у меня это происходит, и поэтому такая тревога, она успокаивается, да. Поэтому, девочки, кто вот с этим все время с ощущением беспокойства и вот этого раздражения, первое, практикуйте, отыщите способы этой релаксации для себя подходящие, для кого-то это йога, да, для кого-то это дыхание, для кого-то это медитация, для кого-то это теплые ванны, то есть ищите какой-то способ телесный, да, телесный это тоже помогает. А я вам дам другой способ, психологический, через образ, поскольку я специалист по образам, который будет вам давать этот эффект в любом месте. То есть когда у вас нет, знаете, возможно, там сесть, да, вот, релаксировать, это очень здорово, да, но бывают такие случаи, когда вы в лифте едете, понимаете, да, и вам надо как-то успокоиться. Девочки, поэтому сейчас я вам предлагаю сделать некоторые упражнения про внутреннего ребенка. Внутренний ребенок – это одна из ключевых структур в личности, да. Это как раз вот этот центр радости, оптимизма, вот этой легкости, игры вообще радости происходящего, да. Вот дети, они живут одним днем, да, вот они так вот, они сегодня проснулись, и вот солнышко, и вот они бегают, и они прыгают, вот они в моменте, да. И почему нам важно контактировать с этим внутренним ребенком? Потому что это источник вот этих эмоций. Потому что сгадая, мы сегодня становимся более тяжелыми, там, более каким-то уставшими, более я должна-должна-должна, и вот эта легкость, радость, она проходит. Она всегда видна как блеск в глазах, да. Есть классическая техника по внутреннему ребенку. Девочки, очень часто такое бывает, что у нас нету своего пространства в детстве, да. Очень круто, когда у ребенка есть детская комната. А еще лучше, когда у него там есть ключик, и он может закрыться на этот ключик, и он может делать в своей комнате то, что он хочет, да, слушать музыку, какую он хочет, вообще чувствовать, что он в безопасности, да. Обычно у нас по проходной двору, вот у меня, допустим, вообще не было комнаты, у меня в комнате мама моя работала, вот так клиенты периодически приходили. То есть не было такого, да, вот этого чувства, что что-то мое, где я, только я, да. И это, я знаю, что это поголовно, да, что вот нету такого пространства. Классно, когда это есть, да. Классно вообще, когда дом, когда родители, да, это такой островок стабильности, стабильности вот эмоциональной. Но часто наши родители сами, как дети, понимаете, у них свои проблемы, свои ссоры, они нас рожают вот очень рано, или еще, и не будучи взрослыми, да, или там, не знаю, у них там стрессы сыпятся. Поэтому как бы редко бывает, когда прямо вот так вот, знаете, мы такие в детстве. Кому-то повезло, кому-то повезло, это здорово, если есть этот ресурс. Бывает такое, что до трех лет, знаете, это есть. Вот я чувствовала, что меня все любят, все вот вокруг меня, а потом как бы братишка родился, или потом там родители развелись. Это детство кончилось. Такое бывает, да, но есть этот хотя бы вот островок. Но вот сейчас мы с вами сделаем технику, которая позволяет уже, будучи нам с вами взрослыми, понимаете, обрести тогда, в прошлом, вот эту безопасность, да. Девочки, для того, чтобы сделать упражнение, я вас попрошу выделить сейчас себе пять минуток, и сесть прямо погрузиться, да, в состояние, потому что вы, конечно, можете прослушать упражнение, да, ну, в общем-то, одно ухо улетит, другое вылетит. А можно его сделать прямо сейчас вместе со мной. Я бы вас пригласила в это вот упражнение сделать, да. Поэтому, пожалуйста, сядьте удобно, почувствуйте себя, вообще почувствуйте свою позу, вот почувствуйте. И сядьте в более удобное. Хорошо, если вы закроете глаза. Это так обычно лучше работает. Я буду с открытыми, все-таки, да, я буду про них вести. А вы закройте глаза, и вот так вот посидите, почувствуйте свою позу, и вспомните себя в детстве, пожалуйста. И вспомните, была ли у вас безопасная обстановка, было ли какое-то у вас пространство, и вообще вот это ощущение, что я в безопасности, я могу расслабиться, могу быть просто ребенком, могу спокойно играть. И вот если такого не было, может быть, девочки, было какое-то у вас, не знаю, вот как, знаете, вот убежище, да, может быть, вы построили домик, он был только ваш. Или это может быть конкретное место в вашем прошлом. Может быть, когда вы к бабушке приезжали, у нее там, не знаю, чердак какой-то был, или, может быть, вот у нее дома вы так себя ощущали, да. То есть вам сейчас нужно вспомнить в прошлом какое-то место, где вам было безопасно. У кого этого нету, а это большинство, представьте, представьте место, которое вот для вас бы детство, детство и вот для вашего внутреннего ребенка было бы безопасным. Вы его сейчас придумываете. Девочки, это может быть все, что угодно. Это может быть кукольный домик, это может быть какой-то деревянный домик по полянке леса, это может быть остров в океане, это может быть конкретная ваша комната в вашей теперешней квартире, да. У кого есть что-то в прошлом, что абсолютно вот... Я помню, одна клиентка рассказывала, что вот мы с дедушкой, я приезжала к дедушке, и мы с ним разжигали камин и садились к камину. И вот дедушка так вот был рядом, рассказывал мне какие-то истории, и я вот помню это ощущение расслабления, спокойствия, безопасности, и так мне было хорошо. Вот это то, что нужно. Может быть, это было фактически, а может быть и не было, и тогда это надо создать, тогда это надо придумать. И вот мы сейчас с вами это делаем, да. Вот представьте, что бы это было за место, и это будет место только для вашего внутреннего ребенка, только его, где он в безопасности. И подарите ему ключи от этого места, что только он, она теперь решает, кого пускать, а кого нет. Это только ее пространство, и она там собственница, и она может делать все, что хочет, она может там переставить мебель, вы ей можете туда добавить все, что она хочет, собаку, я не знаю, кошку, какие-то игрушки, книжки, да, вот просто создайте, сейчас увидите то пространство, которое безопасно, и в котором хорошо. Прямо включите фантазию, да, включите, и вот найдите ту вот пропорцию, то вот где ребенок прямо выдохнет, прямо расслабится, прямо успокоится и улыбнется. Если вы нашли такое место, да, прямо представьте, пожалуйста, вот это место вот здесь вот где-то вот около вас находится, да, вот это пространство, и перейдите в него, прямо еще раз, да, прямо поднимитесь, вот и перейдите, и представьте, что вы тот самый ребенок, вы там в детстве, у которой есть вот этот домик, вот эта комната, вот это пространство, это только ваше, вот это чувство, что только я решаю, да, это только мое. Теперь я в безопасности, у меня есть это пространство. И почувствуйте, что это за ощущение. Что должно быть? Должно быть расслабление, успокоение, радость, и потом, знаете, такой интерес, да, то есть, ой, интересненько, что-то хочется поделать. Девушки, которые у меня вот в инстаграме сейчас параллельно с видео, делают упражнение. Какие ощущения, когда вы представляете это пространство, да, и погружаетесь в него, что вы чувствуете, как тело ваше реагирует, что вы чувствуете? Пишите мне, пожалуйста, в чат. А я знаю, что на самом деле обычно происходит. Вот, и если все правильно, да, то возникает вот это расслабление, успокоение и интерес, и ощущение защищенности. Да, вот это вам нужно все прямо прожить, прочувствовать. То есть, очень важно, чтобы тело почувствовало, да. Вот девушки пишут, я рыдаю, ой, прекрасно, ну, да, это вот выходит. Расслабление, это кайф. Хочется играть, рисовать, расслабленность. Да, девочки, разрешите этому ребенку, играть, рисовать, все, что он хочет. Да, теперь можно быть ребенком, теперь можно радоваться, потому что в небезопасных условиях невозможно радоваться, да, мы зажимаемся, мы не боимся, да, а когда безопасно, хочется смеяться, хочется бегать, хочется играть. вот это та самая радость и легкость, про которую девушка спрашивает, как мне научиться легкости и радости? Как? Только через безопасность внутреннего ребенка. Девочки, кто рыдает, вот прям бывает людей так это трогает, они начинают рыдать. Девочки, это просто потребность, которая вот оголенная. Этого не было в детстве, этого не было в детстве. Теперь мы можем это себе дать и рыдайте, прекрасно, пускай это все выходит, это вы так реагируете, это прекрасно, да, и скажите этому ребенку, что это теперь навсегда твое пространство, я позабочусь о тебе, о твоем пространстве, да, ты всегда можешь быть здесь, да, и вот сначала слезы, 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 потом тишина такая наступит, успокоение наступит, а потом возникнет легкость и радость. Это этапы, их надо просто прожить. Я стою в солнечной комнате и не знаю, что там делать. Ну, классно, что-то комната солнечная, спросите у ребенка, что бы он хотел сделать, да. Знаете, у нас очень часто бывает такое, что мы никогда не были в безопасности, и когда вдруг нам дают свободу и безопасность, мы даже не знаем, что делать. Мы говорим, а что мне можно? А что мне можно играть? А во что? Я даже не знаю. Да, конечно. Если вас все время подавляли, если вам все время говорили, что делать, то вы не знаете, вы не будете знать, и это тоже нормально, понимаете? И через это тоже важно пройти. И вот этот контакт с внутренним ребенком, чем он вас сильнее и больше, тем счастливее, радостнее, легче ваша жизнь. Да, вот мы хорошо. В общем, вот это вот упражнение. Пользуйтесь им. Теперь, как им пользоваться, да? Где бы вы ни были, чувствуете тревогу, беспокойство, что-то такое, да, вот какое-то внутреннее такое сжатие. Вспоминайте это место. Прямо смотрите, как внутренний ребенок в этом домике, и вы будете чувствовать, фу, прямо такой, знаете, как прям уходить будет вот это, прямо вот это вот сходить будет, будет легче. И тогда вы, когда вы вот расслабляетесь, да, вы включаетесь во взрослую реальность, понимаете, слушайте, да нет, ничего как бы, катастрофичного нету, все в порядке, да, все, все хорошо. Поэтому, девочки, пользуйтесь, пожалуйста, это очень мощная техника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На самом деле,